Приветствую вас! И то, что вам нужно делать, можно разделить на два направления. Первое направление заключается в том, чтобы понять, почему человек так поступил, что его на это столкнуло. Какое-то недовольство, какие-то обстоятельства, какая-то неудовлетворенность, какие-то эмоции, какие-то ситуации, какие-то чувства. Что? Причина ее поступка. Вам нужно эту причину разобрать вместе с супругой. То есть, раскаивание, да, это само собой, но у измены всегда есть причина. Человек изменяет, потому что чего-то ему не хватает. И одна из самых важных вещей, которую вам сейчас нужно понять, заключается в том, чтобы осознать мотивы вашей жены. Вы поймете, что ей не нравится, что ее не устраивает, что она искала у человека, с которым вам изменило. И тогда вы сможете ей это дать, чтобы не вызывать повторение этой ситуации. В противном случае, если вы просто будете это переживать, ну просто закройте на это глаза, допустим, то рано или поздно это вновь даст особе сна. Может быть уже не в виде измен, а в чем-то, как бы не странно, более серьезном. Например, о разговорах о разводе, допустим. То есть нужно понять причины, постараться эти причины как-то себе уяснить и дать вашей супруге то, в чем она нуждается. Следующее. Вообще говоря, следующее направление, оно касается в большей степени внутренних ощущений, собственно говоря, отношений. И вопрос этот несколько более сложный, потому что именно, безусловно, есть предательство. И теперь под сомнением и ваши отношения, и ваше доверие, и как бы безоблачность вашего взаимодействия. И вы уже не можете с женщиной, наверное, общаться так, как раньше, потому что вы теперь понимаете, что она вас предала. Но, видите ли, во-первых, поняв причину, вы как бы существенно снизите вероятность постарения этого будущего. А во-вторых, во-вторых, и это, наверное, самое главное, человек раскаивает. То есть, его раскаивание, оно очень важно. То есть, мы все совершаем ошибки. И может быть так, что человек тоже совершил ошибку. Просто ошибки. Вот, знаете, подался собал. И да, это больно, это невалюционно тяжело, но, тем не менее, как дальше жить нужно. И вы посмотрите на ее реакцию, как она раскаивается. Верите ли вы ей? Если верите, если есть основания считать, что она раскаивается искренне, то, скорее всего, больше надо так не сделать. Просто потому, что теперь она понимает, что не хочет вас верить. Она сравнила взаимодействие с вами и взаимодействие с другим мужчиной. И пришла к выводу, что с вами лучше. От этого отношения, как ни странно, могут стать даже еще более крепкими. Если вы дадите ей шанс показать вам, что вы ей дороги. Как? Ну, во-первых, не нужно здесь говорить о доверии, что теперь ей, ну и нет. Доказывать постоянно вам, что ей можно доверять и прочее. То есть, вот от необходимости доказывать что-то, вы ее избавьте. Именно от необходимости. Но вы высканите такую точку зрения, что вам больно. Что вы чувствуете себя прерывом. И она сама скажет вам то, что будет для вас показателем ее отношения к тому, что она сделает. И если вы видите, что человек раскаивается искренне, то при наличии любви у вас друг к другу, и при том, что вы выясните причины ее измены, ее можно простить. Но не думайте только, что вот факты измены как-то негативно на вас влияют. Почему? Потому что, ну, по сути дела, вы, может быть, для нее идеальный мужчина, идеальный человек, но, как мы уже говорили, ее минусная слабость, это вам, ну, довольно серьезные факты для того, чтобы определенной группе людей совершить такие действия. То есть вы ничем не хуже, вы не стали хуже, вы не потеряли для нее привлекательность. Просто человек оказался во власти, ну, стоят. И вам здесь нужно четко понимать, что вот вы никак не дискредитированы. Никак, абсолютно. Ваша машинка никак не войдет. А вот этот человек раскаивается, этот человек сожалеет, а значит, это целиком и полностью его проблема. Проблема человека. Проблема женщины. И это означает только то, что проблему эту нужно решать. То есть у нее есть личностная проблема, не удовлетворенность, и вот разрешив ее, вы исключите в дальнейшем измене. К вам она в данный момент отношения никакого не имеет. Это не предательство как таковое, потому что произошло более случайно и человек сожалеет. Думаю, вот так вот вам нужно поступать, чтобы сохранить семью и, собственно говоря, продолжать жить человеком дальше. Ну, а если измена уже повторится, то это означает, что женщина не так сильно вам не дорожит, и это означает, что отношения вам желательно прекращать, потому что повторная измена, она безусловно уже бьет по самооценке, бьет по гордости мужчины, и это является унижением. То есть понятно, да? Первая измена – это случай случайно, да, тяжелый, больной, да, надо об этом наговаривать, говорить, обсуждать, понимать причины, как-то показывать человеку, что вы не собираетесь с этим мириться, что ему нужно показаться, что он действительно раскаялся и так далее. Все это, безусловно, в том числе, при наличии этих чувств друг другу простить все, что можно, а вот вторая измена уже является как бы системным поведением, то есть определенное общее что-то есть, и человек, видимо, рассчитывает, что вы во второй раз также его простите. Ну, вот это вот не нужно уже допускать, потому что тут уже будет как бы алгоритм поведения, и это уже не прекратится, по крайней мере, не прекратится ради вас. То есть вот если вы говорите о своих чувствах, говорите, что вам больно, то этого человека не останутся. Основное это вот только свои собственные какие-то мотивы, может быть страх вас потерять, может быть что-то еще, но это все уже к вам не относится, и по сути дела называется использованием вас в своих интересах. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.